Что происходит сегодня? Сегодня у нас фактически, я не побоюсь этого слова, правоохранительными органами Украины утрачен контроль над значительными регионами, которые живут собственной жизнью, и ситуация в них развивается от плохого к худшему. Днепропетровская область, постоянные столкновения с непонятными бандами рейдеров, которые отбирают у сельхозяйственных производителей урожай, грабят элеваторы, отбирают сельхозтехнику за мифические долги. Если вы думаете, что это каких-то 10-15 человек, вы ошибаетесь. Приезжают по 200-300 вооруженных людей автоматами. И большое везение, если среди шителей села находятся бывшие атошники, которые могут кого-то организовать и дать хоть какой-либо отпор. В больших промышленных центрах, таких как Днепропетровск, Кривой Рог, каждую ночь пожары, стрельба, разборки, снятие украинских флагов, сжигание, глумление над фотографиями погибших героев. В Запорожской области то же самое, в Николаевской, в Одесской. Но, конечно, пик новогодних событий – это Житомирская область. Знаете все, да? Олевский район, сам Олевск. В Бурштыновой войне, в Гентарной войне, прогремели новые автоматные очереди, полилась кровь. А вчера решением районных депутатов Олевской Рады, они признали Олевский район зоной криминального противостояния, если мне не изменяет память. То есть, конечно, признать зоной АТО духу у них не хватило. Вы знаете, что недавно прошло очередные заявления по Закарпатии. То есть, Украина, еще раз говорю, контроль над основными областями Украины со стороны правоохранительных органов и силовых структур страны постепенно утрачивается. А во многих местах утрачен практически полностью. О чем мы говорим, если в самой столице Украины каждый день мы наблюдаем взрывы гранат, перестрелки, убийства, грабежи и прочее. Я не в укор говорю это правоохранителям, потому что в тех условиях, в которых они находятся, они делают все, что в их силах. А что в их силах? Да фактически ничего. Сегодня они столкнулись с таким явлением, как социальный коллапс, управляемый хаос и распад государственных институций. С этим, в обозримой исторической перспективе, справилась только одна структура. Называлась она ВЧК при помощи Красной Армии и отрядов НКВД. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И мы предлагаем вернуться к нашей практике создания, формирования и действий внутреннего миротворческого контингента Украины. Напомню вам, который был создан 22 февраля в кинотеатре «Зориной» 2013 года. И документ о его создании подпишем большинством полевых командиров Майдана, на тот момент, которые были еще живы. Поэтому мы начинаем эту программу. Мы возрождаем округа оперативной ответственности в Украине. В этих округах будут созданы штабы внутреннего миротворческого контингента. Назначены ответственные люди, которые начнут формирование контингента. На каких условиях, по каким правилам и принципам будет выложено отдельно в сети, на страничке миротворческого контингента, на сайте и так далее. Сегодня мы просто хотим об этом заявить. И думаю, что недалек тот день и час, когда Украину ждет патрулирование военизированных улиц, комендантский час и прочие прелести переходных периодов. Но это абсолютно неизбежно, если мы хотим сохранить народ и, наконец, принести мир в эту страну. Никто извне нам его не принесет. Даже такие великие решения Верховной Рады Украины, как разрешить нашему президенту вводить иностранные войска на территорию Украины. Интересно, за что же тогда судят Януковича сегодня в одном из наших судов. Там задержанного из Раду, хотя он предлагал то же самое. Но бог с ним с Януковичем, его как бы не жалко. Жалко Украину. Никто не решит наших проблем и бед, кроме нас самих. Если мы не хотим, чтобы вот эта пена затопила всю страну, мы должны все это делать сами. Никаких других рук у нас нет. Я хотел бы еще сказать об одном, что эту программу мы делаем не сами и не одни. У нас есть союзники и у нас есть друзья, с которыми достигнута договоренность об оказании нам организационной и иной помощи, материальной, технической и другой. Это частая военная компания Соединенных Штатов Америки, ЦСАИ, и это посольство Соединенных Штатов Америки в Украине. Сегодня они окончательно разуверились в способности нынешних администраций что-либо изменить, а изменения эти нужны. Иначе из Украины раздается такое пламя, которое сожжет не только Украину и окружающие страны, но фактически всю Европу. Поэтому, да поможет нам Бог, следите за развитием внутреннего миротворческого контингента, принимайте участие в наших акциях, становитесь в наши ряды. Вот, опять-таки, хочется сказать о чем. Какая короткая память у наших людей, и как быстро одни трагические события, или радостные, сменяются другими, и в этом калейдоскопе подвергаются полному забвению. Помните, когда мы рассказывали вам о крахе Приватбанка, мы говорили, что, скорее всего, мы к этой теме еще вернемся. И, скорее всего, из этого получится целый цикл программ. Ну, вот, это следующая программа, связанная с Приватом, но не только с ним, вообще с банковским сектором. Что мы говорили тогда? Зачем одна из причин краха Привата? Да, причина проста. Одна из, да? Получить тотальный контроль над базой данной Привата, о всех платежах физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности и так далее. И мы еще связали это с тем, что существует некий план, первой фазой которого было Е-декларирование доходов наших чиновников. Вы помните, как буквально месяц назад, в начале декабря прошлого года, какой стоял вой во всех соцсетях, средствах массовой информации, новостях по поводу Е-деклараций наших чиновников? Все возмущены, миллионы, десятки миллионов, картины, особняки, земли, крик, вой, погром и ужас. И что? Прошел месяц. Полное забвение и тишина. Кто сейчас вспомнит? Кто сейчас об этом говорит? Никто. А кто понес какое-то наказание? Никто. А против кого что-то там где-то как-то возбуждало на БУ какие-то дела? Где результат? Никаких. Потом крах приват, потом падение курса. Теперь уже о крахе привата никто не вспоминает. Единственное, кто всерьез воспринял Е-декларацию наших чиновников, это, конечно, бандитское сообщество Украины. И отметила его грабежами наиболее выдающихся личностей. Там по три раза грабили одну и ту же судью. Но все это опять-таки носит такой интересный характер. А вот и зря. Зря мы так быстро все это забываем. Итак, продолжение истории с приватбанком. Что же сейчас? Ну, вы знаете, что руководитель привата поставил доцента раз доцента, министра раз министра. То есть там регалии некуда видеть. Некто Евгений Шлопак светило экономической науки Украины, который был на различных должностях в различных министерствах экономики и прочее. Защищал, преподавал, защищал диссертации. Ну, собственно говоря, видать, вся его вот эта деятельность за много лет предыдущая и привела к неслыханному расцвету экономики в стране. Продолжение следует...